Мы сегодня говорим с вами про невроз. Вы знаете меня по профессии, да и по жизни. Я медицинский психолог и учусь на нутрициолога параллельно. Про невроз я, наверное, знаю всё. И в этом видеоролике я немножко с вами поделюсь базовыми вещами, которые можно использовать, интегрировать в жизнь, если вы невротик. Кстати, это не оскорбление, это призыв к действию, только у кого-то невроз уходит в нехорошую историю, у кого-то невроз приводит к грамотному росту, в профессии, в той деятельности. Потому что все мы, по сути, имеем те или иные моменты, завязанные на нашей биохимии, генетике и функционировании наших систем. Чем хуже работает наша внутренняя система, наш ген, насколько максимально он нездоров, и насколько мы приучились реагировать на стрессы теми или иными маячками, тем примитивнее, в принципе, наша история. Так вот про невроз. Невроз, конечно, может вас затянуть в историю дальше депрессии, агрессии, бездействия, а может стать большим плацдармом для большого движка. Конечно, когда мы говорим про жизнь без невроза, то это история, когда вы научаетесь в процессе жизни отпускать ненужное, плевать где нужно, проходить, переступать. Потому что если вы будете очень сильно зацикливаться на том, что произошло, то жизни на то все и не хватит. Еще один момент про невроз. Когда мы с вами говорим про невроз, то очень у многих возникают моменты, связанные с тем, что, ой, это что-то ужасное, это что-то лечить надо. У нас у всех есть, у кого-то тревожность, у кого-то бессонница, у кого-то обычных людей, особенно у тех, кто нормально зарабатывает. Есть перепады настроения, и мы не берем с вами какие-то эффективные расстройства и так далее, депрессивные серьезные истории. Да, конечно, все, наверное, знают про витамин D, про омегу, про противовоспалительную диету, про антиоксиданты. Все это прикольно, здорово работает, но работает, когда работает. А когда ты, например, в офисе ведешь проекты и сидишь на попе ровно, и много всего нужно решать, то твой мозг действительно устает от многих вещей. Так вот про невроз. Невроз, кстати, гипоксия ткани, это тоже невроз. Простите, нарушение метилирования, это тоже невроз. Простите, понос и дисбактериоз, это тоже невроз. Ну, то есть, как вам сказать, биохимия, любое нарушение вашего стабильного функционирования может перетекать в ту или иную нервную историю. Есть люди, которые сами себя загоняют туда своими нерешенными событиями, своими какими-то такими надуманными вещами. Очень в жизни все просто. Это то, как вы задаете темп, то, как вы функционируете, то, как вы действуете. Это, в принципе, и есть вы. Еще один момент про невроз. Невроз создает плацдарм к росту или гробит вас очень-очень серьезно. Поэтому сразу скажу, что на неврозе можно зарабатывать деньги, поднимать компании, обучаться. Вот таких невротиков, кстати, таких ужасных невротиков, которые, знаете, просто там все заучивают, все заделывают. У них невроз уходит в реализацию и так далее. А есть люди, у которых невроз уходит в лёжку, в саморазрушение, в курево и другие вещи. Поэтому, когда мы говорим про работу с неврозом, то очень важно научиться грамотно для себя выстраивать безопасные техники в отношении своего тела, как вы можете расслабляться. Мы говорили с вами про то, какие есть способы, там, да, ванна, соль Эпсона, магний, правильное питание и так далее. Но, тем не менее, если вы не знаете своих паттернов, например, избегание там или прибегание к физическим каким-то нагрузкам или там, ну, то есть, когда начинается у человека тревожность, у многих есть какой-то такой щелчок, который они постоянно повторяют. Кто-то ест, кто-то курит, кто-то кофе пьёт, кто-то бегает, кто-то, ну, у всех своя история. Если она не помогает вашему здоровью, то она, в принципе, вам вредит. Поэтому очень важно научиться тоже разбираться с этой историей. И скажу так, на неврозе можно зарабатывать, на неврозе можно создавать себя, на неврозе можно что угодно. Но, ребят, этому тоже надо учиться достаточно непросто. И скажу так, каждому психологу нужен психолог, каждому неврологу нужен невролог, каждому обычному человеку тоже нужен психолог. Отдельный. Не потому что он какой-то не в порядке, а потому что иногда ты сам не понимаешь, что у тебя там происходит. Поэтому обращаться за помощью – это норма жизни. И последнее. Невроз может принести очень большие деньги, если вы разозлитесь на то, что у вас там происходит в жизни, может быть, в семье, может быть, ещё где-то. Это действительно так работает.